У всех пацанов, как вы, ну вы сейчас постарше, мы тогда вообще детишки были, и объявляет, товарищ студенты, сегодня ночью немецкие фашистские захватчики заняли город Елец и продвигаются к Липецку. От Липецка немцы осталось 40 километров. Родина в опасности. Кто изъявляет идти защищать родину, прошу поднять руки. Все подняли, и хромые, и косые, годные, и негодные, все подняли руки идти защищать родину. И вот меня в это время забрали, прямым словом, забрали в армию. Сразу я попал в Новохоперск, это Воронежской области, в школу разведчиков. Проучился я там полтора года, но я сокращаю, потому что если я буду рассказывать, это будет пять дней и три ночи. Вот так. Значит, проучился я там полтора месяца, срочно учился я на разведчика, разведчика, десантника. И меня полтора месяца проучился, значит, с под Оршей стояла, значит, 303-й воздушный санты полк. Вот. Оттуда прибыл представитель набирать, значит, пополнение в этот полк. А этот полк был в Свери, это, значит, в Карелии. Потрепали ее там крепко, значит, 50% личного состава был 3000 с лишним, 1500 только осталось. И вот на пополнение начали собирать личный состав со всех учебных заведений, где были, значит, уже подготовлены. Немножко, хотя вот полтора месяца я проучился, ну что мне. А мне в то время было 17 лет. 17-18 год. Ну и, значит, меня забрали, да, забрали, переодели все в новое, вот, значит, ботинки новые, амандирование новые. Нет, вру не ботинки, а обмотки, ботинки с обмотками, вот. И, значит, в вагоны погрузили, значит, в грузовые вагоны, в телячьи вагоны. И повезли. Ну, мы спрашиваем этого капитана, который, куда нас везут. А дверь приоткрыта была немножко, вот эта воротина здоровая. И он показывает, говорит, вон, смотрите, куда везут. А мы стали в коржи подъезжать, десантников бросают, значит, парашюты прыгают, бросают. И вот нас говорят, вот вас куда везут, видите. Я думаю, елки-моталки, я же никогда и не прыгал, ничего, боялся с крыши прыгнуть зимой, в снег, понимать, а тут как-то. Ну, везут под пистолетом, куда денешься. В военные, подчиняться надо, все это дело. Ну, привезли туда, значит, не казармы, а землянки, в землянках. Вот, в то время, ну, разместили нас, все покормили, значит, кормежка была плохая, значит, суп, рассольник. Значит, три зернышки плавают, и мутная вода, и по кусочку, вот по такому, грамм 200, наверное, хлеба. Вот, все, баланда такая, значит, покушали. Вы все записываете, да? Ну, хорошо, молодец, спасибо. Ну, и пробыли мы там три дня, и, значит, нас повели, ангар такой здоровый построили и повели туда, значит, на укладку парашютов. Так и сказали. Да, я извиняюсь, значит, когда нас тут привезли туда, выгрузили, пешком пришли вот эти землянки, землянки, подошли туда, так, вышел другой капитан или майор, не знаю, и объявляли, что вы прибыли в 303-й воздушно-десантный полк, который вот потрепан там, все это дело, и говорили, будете служить здесь. Ну, и вот прошло трое-четверо суток, все это ускоренным порядком, и, значит, повели нас в этот ангар, пришли, понимаете, на укладку парашютов. Парашютов. Значит, ну, начали, значит, мы стоим там, старослужащие укладывают парашют, растилают, вот это полотнище разбросили, потом парашют вытащили с чехла, начали ее растилать, вот, стропы, это, рам, рамку, вот, я уже забываю. Рамку положили, начали растягивать эти стропы, потом сам купол растягивает, положили полотнище, начали одно к одну, потому что полотнище вот так идут сверху, и расширен вот так вот купол, чтобы создать, значит, круглую обстановку. А парашюты были, сейчас таких уже парашютов нет в воздушно-десантных войсках. Я вот недавно был в Рязани, высшее десантное военное училище, и это училище на весь мир, на весь мир, то, что у нас существует, жизнь на земле, все знают это училище, высшее десантное училище всего мира, лучшее всего мира. И вот тот, кто попадает туда учиться, это лучшие люди, лучшие люди нашей России и всей земли, которые, оттуда выходит офицер, подготовленный во всех отношениях, он может и в десантных войсках быть, и в пехоте, и в любой род войск, он имеет, может, право и поступать, и работать там, командиром сразу взвода. Ну и вот, значит, мы пробыли, учились там в течение, наверное, трех или четырех дней, днем, понимаете, укладывали. Ну, укладывали, я скажу, значит, сейчас вот укладывают там грузики, эту стропу разгибают, ее растягивают, чтобы она потом, когда прыгнешь, чтобы не крутила, не вертела, ничего, теперь стропы укладывают, специальные грузики есть, все это значит, а тогда кирпичи ложили, вот, бывали так, что уложат, кирпич забудет, прыгнет, парашют окроет, хоп по голове, приземляется мертвым. В чем дело, начинает искать туда, вот кирпич, кирпич упал, в голову разбил, вот обстановка такая была, тяжелейшая обстановка, но все равно нас, значит, раз призвали, значит, мы обязаны это делать, и вот мы и делаем. И вот прошло где-то около недели или две, пока нас подготавливали, вот эту все укладку, парашюту, значит, теперь там строевая подготовка, все готовили капитально ночью, в ночных условиях, ну, мы так и думали, что нас выкинут, выбросят, значит, наш полк, или как там, сколько чего, куда-то выбросят нас ночью, и вот подходит, значит, такой день, нас раньше положили спать, то обычно в 10, в 22 часа, в 10 часов вечера отбой, вот, а это положили где-то ужин, и сразу положили спать, вот, и, ну, никто ничего не говорит, что вот так и так, вот, ночью тревога, и вот эта вот землянка, где мы были, и до этого, где-то километра-полтора, наверное, вот мы бегом туда по боевой тревоге, боевая тревога, это, значит, что-то такое серьезное, просто тревога, это там учения, там и все прочее, а это боевая тревога, объявили боевую тревогу, значит, что-то такое, особенно, куда-то все, забрали автоматы свои, потому что десантные войска все были автоматами, вот, и ППС были, Симонова, без приклада, такие специальные, для десантных войск, ну, и бегом, понимаете, значит, в этот ангар, да, я забыл, что, а недалеко тоже там, значит, полоса была, и стояли Ли-2 самолеты, значит, грузовые самолеты американского производства Соединенных Штатов Америки, Ли-2 или Дуглас, назывался Дуглас в то время, ну, вот нас туда, мы уже знали свои парашюты, укладывали, которые для себя смерть укладывали, вот, и, значит, тревогу забрать, парашюты, и, значит, одеть парашюты, а слышим, что моторы уже гудят, Ли-2, ну, и нас построили, значит, по 18 человек в каждой машине, а взвод у нас, взвод у нас был 28 человек, а я был в взводе разведки, я оттуда, прям, как с училища меня призвали, я там был, специальный учебный, была школа там, десятилетка, здание, а потом ее сделали, вот, значит, учебное заведение специально для десантных войск, для разведчиков десантных войск, этого в Новохоперске, я уже обратно писал, ну, и все, бегом, бегом марш, на аэродром к самолету, вот, а время, наверное, часа три было, вот, ну, а стояли от Орши Беларуси, это Беларуси были, значит, где-то от города Орша, ну, не знаю я точно, может, сто, может, двести, может, сто пятьдесят километров, не знаю-ка, и вот нас, прям, как к самолету, так, боевое задание, значит, выбрасываться будем в город Орша, ну, и пошли рассказывать все, как, где, что, это самое, значит, немедленно, значит, нужно освободить железнодорожный узел, который, который, значит, очень влияет для наших войск продвижение, значит, на запад, для уничтожения немецких фашистских войск на западе, поэтому железнодорожный узел, значит, идут ветка и идет ветка с Германии, теперь с Польши, вот, на этот узел, я вот на руках показываю, так, теперь дальше с Украины, с самой Белоруссии, и все это дел идет, возят танки, самолеты, значит, боеприпасы, пушки и так далее, и так далее, все это везут для уничтожения в России наших войск, вот, поэтому нас выбросили с такой целью обуздать этот железнодорожный узел и уничтожить фашистских, значит, фашистских войск в пользование этим железнодорожным узлом, и вот ночью часа четыре, но мы точно-то не часов, ни у кого в то время не было, какие там часы, ночью на рассвете так начинается брезжать рассвет чуть-чуть, это самое, и вот нас подняли и выбросили на этот железнодорожный узел, и этот железнодорожный узел охранял, усиленно охранялся немецкими войсками, потому что я вам впереди уже рассказал, что какое значение имел этот железнодорожный узел для продвижения всех железнодорожных составов в Россию на уничтожение российских войск, и вот нас выбросили, но я сейчас не знаю, полк нас выбросили, может, еще сколько, но я знаю, я во взводе разведки был, и вот нас выбросили, значит, на этот железнодорожный узел, я помню, значит, когда я стал, выпрыгнул, ну тут вот такой момент был, потому что, значит, до этого мы сделали по три прыжка перед тем, потому что я не прыгал, вот, ну в первую очередь прыгнул с, значит, с аэростата, кан-1, кан-2, вот, с аэростат подошел, понимает, прыгнул, нас четверо было, думаю, дрожит, вот так вот все за это самое, думаю, думаю, а, у меня дома отца уже убили, вот, думаю, остался мать и, значит, сестренка и братишка остались, думаю, и прыгнул, понимаешь, кольцо, открыл с парашют, ну, думаю, слава богу, живой, понимаешь, ну, теперь прыгать буду все это делать, ну, и вот, и когда выбросили нас, ну, нас начали еще немцы видеть, что-то, самолет летит, и начали по самолету лететь, а мы же выбрасываемся, и по нам стреляют, по нам же стреляют, ну, вот, там, я сейчас точно не могу сказать, сколько нас приземлилось еще, которые, приземлились-то все, но кто живой, а кто не живой, ну, я остался живой, у меня ранение было, вот, у меня есть ранение, а потом уже, когда на фронте я был, это, голый, долго рассказывать, я знаю, мы просидим, а вам к 12, ну, вы сказали, ну, к часу, ну, к часу, да, ну, мы час посидим, если что-то, да, ну, потом еще к вам придем, вот здесь вот самое страшное и самое такое, вот, и хочется побыстрее все это дело, вот, я помню, нас бросали с низкой высоты, потому что, если мы с далекой, то можно бросать 300 метров и 400 метров, а можно на 800 на километр, пока мы будем спускаться, понимаешь, нас пять раз расстреляют там в воздухе, с винтовки, с автомат, будем подлетать с автомат, а это для того, чтобы низко, выбросить низко, с такой целью, чтобы быстрее приземлиться в нужный, в положенный район, куда выбрасывает это, для того, чтобы, понимать, сразу немедленно принять меры для, значит, боевых действий, и вот, когда выбросили, я помню, здание, вот, где паровозы ремонтируют, как оно, депо такое, где паровозы, тогда не было электричек, ничего, паровозы ремонтируют, и вот нас выбросили, я еще помню, значит, об стену, а я ногами вот так оттолкнулся, чтобы меня не убило, не расшлепнуло, поэтому ногами отпустился, и быстрее, быстрее стропы тянуть, понимаете, и затоптал их, это самое, чтобы немцы не так разладели, и все прочее, но собирать некогда было, и заухал, понимаешь, смотрю немцы, и вот у меня есть пленка, где я по немцам стрелял, и по ним, продвигался, и по немцам бежал я, по немцам, я в то время, не знаю, сколько я тогда убил немцев, я по ним, прямо бежал по ним, спотыкался, бежал, понимаете, я сам впереди с автоматом стрелял, ну, и рядом, то один, то второй, то смотрю, один оказался, нету никого, нету, думаю, куда мне бежать-то, я же не знал, я же, если бы обстановку знал, если бы рассказали бы там все это дело, как, куда, какие-то позывные, позывные, потом-то я уже, вот я когда в Венгрии, ну, уничтожение 11 танковых дивизий, под Болотоном нас выбрасывали, тогда я уже был подготовленный, тогда я уже знал, понимаете, это у нас уже были связи, уже у нас были позывные, как, где крякнули, где свистнули, где что, все это дело, а это не, ну, ребятишки, вот, вот началась афганская война, началась, говорили, ну, что там, дети нас, ну, я ребенок прыгал-то, я на фронте-то, я ребенком был, меня и учили-то полтора месяца, как винтовку держать, стрельнуть один раз, гоняли, понимаешь, там, как бешеный, военный сухарь, я 35 лет отдал в рядах советской армии, я начинал с красноармейца и закончил командиром части подполковником, видите, какой промежуток времени, ну, и вот мы, я оторвался от, значит, и вот в течение около двух часов, я никак не мог, мне это самое не знаю, но я вперед иду, линии вперед, одну, значит, вот эта база, где ремонтируют паровозы, ко второму, смотрю, вот, и один, второй, значит, наши солдаты, ребят, тут куда? да куда, где это, вот там, куда-то стреляют, а где, давай туда, понимаете, обстановка была несогласованная, срочно надо было, вот поэтому нас выбросили, оказывается, нас выбросили весь полк, а в полку было где-то около полутора тысяч человек, полторы тысячи, и вот у нас, ну, у нас во взводе было 32 человека, осталось половину, остальные остались там, но Оршта, железнодорожный узел был взят, мы его взяли и в лесную, лесистая местность, и мы вышли на лесистую местность, потому что там факел горел, факел горел, а нас предупредили, где будет, где горит, будет факел, это условный знак, куда собираться туда, где мы, куда ориентироваться, а он горел, вот как горит газ, где-то газовая, значит, добыча, и вот там газ все время горит, вот это, свеча-то, и вот мы туда собрались, каждый это стремился, а длилось это полторы, полтора суток, полтора суток, но, однако, вот, там, значит, если книжку вы читали, вот, если я советую, вот, почитать, Константин Заслонов, это бывший первый секретарь Белоруссии, он был командиром, значит, отряда в тылу, вот, в этой Белоруссии, но вот он, он, стоя с лесистой местности, оттуда, вот, он помогал тоже, сам ее встречались мы с ними, ну, вот такой вот эпизод, значит, взятия, ну, после этого начали, после освобождения Орса, оказывается, не только на железнодорожный узел, и Оршу-то, оказывается, наш не только полк, нашу всю дивизию выбрасывали для того, чтобы, значит, освободить город Оршу и принадлежащие к ней все вот эти объекты стратегического, военно-стратегического назначения, вот, Оршу, значит, от чего была освобождена от немецкого нас, значит, потом, вот, когда уже освободили, значит, начали собираться, понимаете, в тыл, в тыл лесистой местности, собрали там, ну, вот, когда уже начали, давай, Иванов, командир взвода остался живой, Иванов, Петров, Сидоров, посчитали, значит, 15 или 16 человек от взвода осталось, вот так, остальные все, ну, сзади, конечно, там, кто ранен, кто убит, и кто ранен, кто убит, все равно подбирали всех, сзади специальной команды, это во всех, значит, у нас в войсках, и не только у нас, и в Германии, и у немцев, обязательно раненый, значит, сзади есть специальная команда, которая подбирает раненых или убитых с поля боя. Вот такая обстановка, это первый эпизод для меня, вот, как молодого бойца и так далее. Ну, я забыл сказать, что вот, когда я закончил эту, я ее не закончил, там годичная школа была специальная, а мы, я пробыл там полтора месяца, ну, мне присвоили звание ефрейтор, вот, не младшего сержанта, две лычки, а одну лычку, ефрейтор, и я прибыл туда командиром уже отделения, командиром отделения, ну, вот. Вот такой вот эпизод, это первое мое боевое крещение, значит, во время Великой Отечественной, начало моей деятельности, начало призыва Великой Отечественной войны. А тут, то, что вот на мне, на мне, это документы, все здесь. Вот я, то, что я вам немножко рассказал, это я вот вам сейчас, чтобы не быть голословным, не то, что я рассказал, вы, ребята умные, или студенты у вас можно назвать, да, студенты, вот. Студенты, значит, умные и хорошие, я думаю, ко мне плохих, извините, пожалуйста, плохих ребят у меня ходят уже из технического университета, из колледжа медицинского, из, значит, с учительского университета, и сам я хожу по школам и все прочее. Вот, поэтому меня, так, ну, просто, может, неудобно, меня гоняют, будь здоров, как. То приедут, заберут, то пешком, вот. Вот, у меня внучка, это внучок, а внучка побольше, в шестой класс. Маленька. Вот, видите, вот, ходит. Так, ну, вот тут, ребята, вот что, вот что тут делать, так. Ну, как, вот я хотел, чтобы мы не раз это самое, ну, посмотреть, подойти. Ну, сними поближе, пусть, Сашка, открой, открой, прям, покажи. А это вот мои грамоты, мои сосуды. Я вот, я вот сейчас найду вот ВТВ, да, ну и вот я потом, если вы придете, я потом расскажу. У меня, значит, два прыжка в тыл врага. Вот это то, что я рассказал, это первый прыжок, потому что на это первый прыжок в тыл врага на уничтожение, значит, освобождение белорусского узла. Это операция Багратион, да? Нет, я вам точно не могу сказать, потому что я сколько пытался, вот, как написано, да, парашютист, ВДВ, да, вот парашютист сколько прыжков сделал я. Ну, потом, значит, когда закончилась Великая Отечественная война, нас бросили на Дальний Восток. Сейчас, сейчас. На Дальний Восток. Я закончил учились, меня специальным, значит, бросили в Китай, в Китай, вот, по спецзаданию, спецзаданию. Я специально проходил специальную школу, вот такой вот, это вот я, следующий вот, а вот вторая книжка моя, ВДВ. Вот, вот, а это вот участнику разгрома юго-западного немца, вот. А это вот два ордена Китайской Народной Республики, вот. Вот, вот, по-китайски и по-русски написано. Вот тут вот, аккуратненько, да, там второй. Ну, этих, это я могу так сам рассказать. Это, значит, вот эти, орден славы третьей степени. Это орден за заслуги перед Отечеством второй звезда. Серебряный звезд, орден серебряной звезды. Ну, это медаль Владимира Ильича Ленина. Вот, это ордена, медаль за отвагу, медаль за боевые заслуги. Вторая медаль, это награжденный, а это за выслугу лет. Вот, вторая. Ну, это все то, что я служил в армии, начиная с 15 лет и кончая 60 лет. А это вот последняя вот медаль, вот, золотая медаль. Это, значит, Жуков, Георгий Константинович Жуков. Это командующий, был министром обороны, а во время Великой Отече войны командовал. Зам был Сталина, Иосифа Виссарионовича Сталина. Сталин, он только один, и Рокоссовский, то есть, нет, Малиновский и Жуков к Сталину заходили без всякого приглашения, и они проходили. А остальные все только по вызову, и это самое. Вот это Жуков, маршал. Это маршал всего мира. Не генерализмус, а маршал всего мира. Весь мир знал этого полководца. Это полководца высшей категории, что ли, или высшего звания. Не было таких у нас в мире. Не было таких, значит, маршалов, который побеждал все науки, военные науки. Вот так. А вот у вас еще один какой-то Жуков есть. Здесь еще. Ну-то я уже тут это сам, ну посмотри хорошо. Георгий Жуков. Да. Это медаль, где-то медаль. 96-й. Да, 96-й год. Медаль. Ну, это здесь, это орден, Орден Отечества Войны. Третьей степени. Ну и тут, вот это, это, я уже забыл, вот этот десантный, это, где он есть-то, это 25 лет в рядах Советской Армии, а этот десантный, ну, это, значит, ну, это Отличник, это самый, все ордена тут, документы, вот тут у меня русский человек, у меня никаких других. Я вот учился немецкий немножко, учил, я вот китайский язык больше знаю, чем немецкий. Вот так. Я и, потому что я 5,5 лет, был в Китае, и работал у меня, подчиненные были китайцы. Я вынужден был учиться, и мне тогда было 24 года. Я вот не принес эти, где я был в Китае. Но мы, наверное, если встретимся, я так готовлюсь. Вот у меня, видите, все налицо, я за душой, и в голове крутится, я другой раз забываю. У меня же ранение, вот видите, какое ранение, в голову ранение. У меня излияние крова, ранение, значит, вот мениск ранение, и в голову ранение. А я, однако, немножко соображаю. Конечно, я за много, я пропускаю, забыл я, я уже забыл, потому что мне 84 года. Вот. И я еще хожу потихоньку, туда-сюда, и все. Вот такие дела. Вот такие дела.